Лично для меня, конечно, это большой друг, это учитель, человек, который очень сильно перевернул мою жизнь, так скажем, встряхнул и перевернул. Очень близкий человек. Когда открывалась дверь, значит, полный битком зал, ждут, вдруг заходит глыба, садится, заходит за трибуну и в полнейшей тишине все начинают впитывать. Вот впитывание, понимаете, там такие моменты были, когда впитывание вот этой энергетики, вот этой ауры, оно начиналось задолго до того, когда начинал Святослав Николаевич разговаривать и говорить. Вот дверь открывается, заходит и уже все впитывается, то есть уже ощущение было, что чего-то такого великого, необычного, очень такого революционного, фантастического, как он любил говорить, это фантастика. Вот такое ощущение вот на тот момент было. Личное знакомство, как ни странно, произошло за операционным столом, когда открывался филиал наш, и были первые показательные операции, когда мы уже где-то как-то были подготовлены, более-менее адаптированы. Вот, и я, естественно, сидел на ромашке, один из этапов, когда требовалось, ну, если так уж совсем просто сказать, за Святославом Николаевичем Федором, следующим, да, и когда шеф говорит, Валер, ты там, я там что-то немножко там где-то, может быть, не дорезал, ты там за мной поправь. Ну, представляете, от такого человека передать такую огромную ответственность, глобальную, там, вселенскую ответственность, ты там поправь за меня, там, что-то доделай и так далее. То есть какая мера ответственности была сконцентрирована в том, чтобы и подвести, и чтобы, так скажем, вот эту просьбу сделать, ну, вот, по максимальной и так далее. Да, и, конечно, было колоссальное валдение, вот, но удивляло в общении, вот, простота общения, и вот, как будто друг, коллега. А вот это, конечно, было очень необычно. То есть такая глыба, такой масштаб, и здесь совершенно на равных. Так получилось, что я был крайний директор, назначенный им лично, вот, и был самый молодой директор. То есть в 33 года, ну, наверное, назначить руководителя в 33 года мог человек, который сам это все прошел и понимал, и разбирался в людях, и видел людей. Вот, и люди, которые, которые осознавали эту всю ответственность, они, конечно, до остатка шли за ним. И это его школа, команда, конечно, которых, офтальмологов наших известных людей, наших известных учителей, корифеев, они, конечно, за ними шли. Столько идей, конечно. И продолжение этих идей, оно во всем. Вот, это первый хрусталик, это такое противодействие было среди коллег. Как же так, и народом тело в глазу, да? Да, конечно же, это рефракционная хирургия, это хирургия глаукома, это ветеретинальная хирургия. Ну, в любой направлении возьми, везде его идеи, везде его мысли звучат, и везде его ученики, которые развивают дальше и внедряют эти технологии. Вот, допустим, новосибирский филиал, я очень благодарен тем, что зарядились мы и эксимирлазерными операциями, вот, эксимирными операциями. В нашем, именно в новосибирском филиале было развитие, вот, продолжение этих тем. Вот, конечно, без такого направления, без такого толчка, этого, конечно, бы ничего не было. Вот, поэтому очень благодарны нашему учителю за это все, за этот всплеск, вот, за эту вспышку, так скажем, которая длится до сих пор. Вот, и мне кажется, я все-таки думаю, что самое главное наследие, которое он оставил для нас, для всех, это, конечно, не железки, там, не машины современные, оставил орудия труда, если можно так сказать, да, оставил способность вкалывать максимально лучше всех, да, это отношение к труду, в первую очередь, отношение к системе, отношение к команды, вот, это все продолжает жить и развиваться. Скажите, ну над чем он сейчас работал? В каком же технологии, в какой-то вот сфере деятельности? Куда бы он сейчас себя принял? Как мне кажется, ушел бы в область фундаментальных исследований. Восстановление роговицы — это клеточная технология, создание живой ткани, это замена, это биоткани, создание биоткани, которые могут заменить пораженную ткань. Это сейчас вот на грани и развивается, и думаю, что в этом направлении, конечно, сейчас было бы очень много сделано, если бы была такая возможность. Это различные виды лазеров, в первую очередь, это возможно и использование рентгеновского излучения, не в том нашем понимании диагностики, да, а в том понимании, что на сегодняшний день рентгеновским излучением можно, в принципе, воздействовать, ну практически на молекулу, восстанавливать ее молекулу, восстанавливать клетку. То есть это действительно фантастический уровень, эти работы сейчас есть, я думаю, что это было бы очень интересно. Но мне даже трудно представить, какое количество на сегодняшний день было бы у учеников. Это колоссальнейшая школа мирового уровня, ученики по всему миру. Да что там говорит телемедицина, а где началась, я помню, это операционная и кабинет, вот где она и начиналась, телемедицина, и телемедицина, передача качества, и контроль хирургии, и какие-то вопросы как наставника, и подсказка как хирурга, вот, и интуитивное мышление передачи хирургу, оперирующему, это уже тогда было, между операционным залом, мы сейчас в музее это видим, монитор, операционный зал, между хирургом и шефом, это и политический, вероятно, сего момента, это общественный момент, был бы очень интересен, на мой взгляд, если бы шеф еще был с нами. Я думаю, что на сегодняшний день он бы за нас порадовался, потому что на самом деле очень много интересных направлений, которые сейчас сформированы и в научно-исследовательской деятельности, филиал как коллектив реализовался, очень многие идеи связаны опять с точки зрения алгоритмирования процесса, с точки зрения маршрутизации процесса, очень интересные наработки именно в нашем филиале есть связаны с маршрутизацией пациентов, с электронной историей болезни, с всей оптимизацией этих процессов, которые направлены на удобство, на улучшение качества оказания медицинской услуги, на образовательный рост коллектива, вот, но интересно, я думаю, что он бы за нас очень сильно порадовался с тем, что именно с фундаментальным исследованием, который у нас есть на сегодняшний день. Благодаря вот такому импульсу, который был создан взаимодействием в том числе и с сибирским отделением Академии наук, я думаю, что он бы так бы, также бы сегодня удивлялся тем направлением, которое есть, он бы так же, как мальчишка бегал бы и ходил бы, загоревшись одной или другой идеей, и, конечно, бы очень много дал бы и сделал бы предложений, идей, как это реализовать и как это использовать.